В Орлёнке проходят первые в России тренировочные сборы женских команд среди юниорок Южного Федерального округа. Занимаются девчонки с заслуженными тренерами России каждый день на открытом воздухе и в зале. К чему готовится сборная и что такое женский бокс, смотрите в материале Леаны Коплевой. На стадионе Орлёнка 25 девчонок отрабатывает удары, стойку, движение рук и положение ног. Девушки-боксеры съехались со всех уголков России и других стран. Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Республик Калмыкия и Адыгея, Севастополя и Армении. Александра Калинченко в своём регионе занимается боксом второй год. Тренируется наравне с мальчишками. Во время сборов хочет научиться преодолевать страх перед выходом на ринг. Мышление, думаю, скорее всего, надо предугадывать удары. Организатор сборов в Орлёнке – Федерация бокса России в ЮФО. Её представители вместе с руководителем тоже посещают тренировки. Вместе с боксёршами на стадионе занимаются и их наставники, которые перенимают опыт у заслуженного тренера России Александра Черноиванова. В своё время он тренировал мужскую и юношескую сборные Советского Союза, мужскую сборную России и готовил спортсменов к пяти олимпиадам. А вот с женской сборной по боксу начал работать с 2018 года. Я думаю, что у нас тоже свечков не будет, а то это зависит от того, что так мы это будем, научимся. Здесь атмосфера другая, потому что хотелось именно, чтобы девочки, в первую очередь девочки, помимо всего прочего, там тренировочный процесс, это очень важно, повышение там физических нагрузок, и всё здесь проходит легче. Ну и один из моментов, это хотелось, чтобы они впитали вашу атмосферу, орлёнка, чтобы они дружбы, и чтобы они между собой общаться начали. Можно с кем-то здесь познакомиться то же самое. Поэтому мы не зацикливаемся только на тренировочном процессе. Помимо тренировок на открытом воздухе, спортсменки занимаются и в тренажёрном зале. Здесь уже идёт упор не на технику, а на общую физическую подготовку. Чередуя упражнения, за определённое время боксёрши успевают выполнить упражнения на тренажёрах с мячом, задействуют штанги, прыжки и отжимания. И всё это без остановки. В ноябре у них соревнования такие, на основании которых формируется сборная команда на следующий год уже. И здесь надо помимо техники и общую физическую подготовку немного подтянуть. Как вы видели сегодня, они хорошо работали, первая тренировка ходила, но стараются. Полина Новикова к такой нагрузке привыкла. Дом она занимается с тренером систематично, и поэтому нагрузка во время сборов не пугает. Занимается боксом всего два с половиной года. Неоднократно выступала на соревнованиях и турнирах ЮФО и России. У меня знакомые занимались, и я такая подумала, почему бы мне даже не попробовать. Мне нравится вид спорта. И это меня развивает, что духовно, что физически. Первые соревнования по боксу среди женщин прошли в 2012 году во время Олимпиады в Лондоне. С тех пор женский бокс становится все популярнее. И эти сборы тому подтверждение. После тренировочных сборов спортсменки отправятся на всероссийские соревнования «Олимпийские надежды», которые пройдут в ноябре этого года. Лена Кублева, Алексей Исаев, Дмитрий Гришин, телеканал «Орленок ТВ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова